Ирина Зартайская Никто меня не любит Никто меня не любит, сказал маленький волчонок И горько заплакал К нему подлетела птичка Почему ты плачешь, волчонок? Спросила она Мама сказала, что я не получу сладкого на ужин Она меня совсем не любит Не может быть, возразила птичка Все мамы любят своих детей Даже когда те ведут себя плохо и не слушаются Ты слушался маму? Конечно, ответил волчонок Только я съел все ягоды, которые она приготовила Для бабушки И волчонок снова заплакал Из кустов выглянул зайчик Почему ты плачешь, волчонок? Спросил он Папа сказал, что не будет играть со мной в футбол Он меня совсем не любит Так не бывает, засомневался зайчик Папы очень любят своих детей И всегда находят для них время Может быть, он просто устал Вовсе нет Мы успели поиграть только в прятки, машинки, догонялки Ну и вместе построили замок из кубиков И волчонок опять расплакался Из норки показался крот Кто это тут так громко плачет? Спросил он, оглядываясь по сторонам Это я Схлепнул волчонок Бабушка сказала, что не купит мне заводной паровозик Она меня совсем не любит Я еще ни разу не встречал бабушку Которая бы не любила своих внуков Удивился крот Так не бывает А вот и бывает, возразил волчонок А ведь я всего лишь отказался убирать за собой игрушки И он завыл так громко Что всем вокруг пришлось закрыть уши Из леса вышел медведь Кто это тут плачет? Взревел он так грозно Что звери бросились в расцепную Это не я Испугалась птичка И взлетела обратно на дерево Это не я Испугался зайчик И скрылся в кустах Это не я Испугался крот И юркнул в норку Это я Сказал волчонок Который остался совсем один И задрожал от страха Я плачу потому, что меня никто не любит Прекрасно обрадовался медведь Значит, никто не будет переживать Если я тебя съем И он уже разинул свою огромную медвежью пасть, как вдруг откуда-то раздалось грозное. Оставь в покое моего сына, зарычала мама-волчица. Не трогай моего волчонка, оскалился папа-волк. Не разивай пасть на моего внука, пригрозила бабушка-волчица. И они прыгнули в сторону медведя, отградив от него маленького волчонка. Волчонок от радости даже в лапы захлопал, а медведь от испуга бросился на утек, только пятки сверкали. Тогда мама-волчица с папой-волком повернулись к волчонку и обняли его крепко-крепко, так, что слезы на его глазах сразу же высохли. А бабушка-волчица поцеловала волчонка в ушко и протянула ему заводной паровозик. С тех пор, прежде чем заплакать, волчонок всегда вспоминал, как сильно его на самом деле любят.